Бюджет пенсионного фонда выполнен на 96,6%. По оценке руководителя фонда Дениса Гулария, динамика поступлений страховых взносов в прошедшем году была неплохой. Однако, с учетом возросших государственных расходов на социальное обеспечение населения, бюджет фонда не сумел выполнить обязательства в полном объеме. Так, при запланированном на 2021 год 1,253,000,000 рублей, общая сумма поступлений в пенсионный фонд составила 1,2 млрд. В общем, бюджет пенсионного фонда в 2021 году, я считаю, что по поступлениям только собственные средства достигли 1,4 млрд. рублей. И, в принципе, пенсионный фонд сумел наверстать за счет, естественно, поступлений наших граждан, отчислений работающих наших граждан. И отставание, в принципе, было значительно сокращено. И если сравнивать по выплатам, то в 2020 году было на социальную политику, на выплату всех видов пенсии было профинансировано 1,8 млрд. В прошлом году уже было профинансировано 1,2 млрд. рублей. И отставание, которое переходящая задолженность на 2022 год составило 47 млн. рублей. В прошлом году ежемесячные потребности по выплатам существенно возросли. На 31 декабря 2021 года всего зарегистрировано 48 517 получателей национальной пенсии и пособий, в их числе получатели доплат. Пенсионеров, получающих ежемесячную доплату, зарегистрировано 10 228 человек. Доплаты у нас в категории, там были увеличены доплаты с октября месяца, туда не входят военные категории. Там по возрасту, которые получают у нас 3000 рублей и некоторые другие виды социальных пенсий. До этого, в принципе, в 2020 году по мере возможности фонда, в 2020 году с начала года было увеличение доплат на 100%. И последнее увеличение было в октябре 2021 года. В том году нам удалось профинансировать все категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии. И еще мы сумели профинансировать Кварчевский район. Та задолженность, которая перешла на 2022 год, до конца этой недели мы уже профинансируем. И наши граждане до конца этой недели получат все эти деньги. И уже со следующей недели мы начнем финансирование за январь месяц военные категории наших получателей. Граждане, являющиеся получателями российской пенсии, получают 500 рублей Абхазской. Все остальные получают доплаты в размере 3000 рублей. Средства, которые поступают в пенсионный фонд, сегодня, грубо говоря, завтра уже распределяются по всем нашим получателям. Учитывая возмущаться, это можно, но у нас 48 тысяч человек получателей, а официально работающего населения, официально работающие, которые делают отчисление страховых взносов, около 41 тысячи человек. Это говорит о том, что тут дисбаланс и получать высокие пенсии в тех странах, которые получают высокие пенсии, должно и количество работников, соотношение должно быть гораздо большее, и заработные платы, с чего делают отчисления, должны быть гораздо большее. Если мы хотим получать больше пенсии, нам нужны больше рабочих мест, достойные заработные платы. Мы должны рационально использовать те средства, которые поступают в пенсионный фонд. И те, кто не получают последние годы, не назначаются российские пенсии, их количество у нас увеличивается с каждым годом. Если на 2016 год около 70-80 миллионов была потребность по доплате к пенсиям, на сегодняшний день за прошлый год было выплачено 200 миллионов рублей только на одну доплату. Это говорит о том, что количество получателей доплат у нас увеличивается. В эти дни ведется усиленная работа по погашению задолженности декабря 2021 года и сведению до минимума задержки по выплатам пенсии и пособий до конца января. Сырек Варцхеля, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.